Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро бегал я теперь в парк, и там мы встречались со Славкой. Однажды в парк зашел Славкин отец, тоже худой белокурый человек с тремя шпалами в петлицах. Прищурившись, глянул он на Славкину модель ветродвигателя. Сильными пальцами, грубовато и быстро, выломал распорку, которую только что с таким трудом мы вставили на место, и уверенно заявил, что здесь должна быть не распорка, а стягивающая скрепка. Иначе при работе разболтается гнездо мотора. С обидой и азартом кинулись мы к чертежу, но оказывается Славкин отец был совершенно прав. Он улыбнулся, показал нам кончик языка. Поцеловал Славку в лоб, что меня удивило, потому что Славка был совсем не маленький, и тихонько насвистывая, быстро пошел через площадку, старательно обходя копавшихся в песке маленьких ребятишек. — Догадливый, — сказал я. Только подошел, глянул, крэк и выломал. — Еще бы недогадливый, — спокойно ответил Славка. — Такая уж у него работа. — Он военный инженер? Он что строит? — Разное, — уклончиво ответила Славка и с гордостью добавил. — Он очень хороший инженер. Это он только такой с виду. — Какой? — Да вот какой. Смеется и язык высунул. — Ты думаешь, он молодой? — Нет, ему же 42 года. — А твоему отцу сколько? Он кто? — У меня дядя, — запнулся я. — Он, кажется, ученый, химик. — А отец? А отец? Отец. Эх, Славка, Славка. Что же ты искал? Искал контрагайку, а сам ее каблуком в песок затоптал, и не видишь. Наклонившись, долго выковыривал я гайку пальцем и, сидя на корточках, счищал и сдувал с нее песчинки. Я кусал губы от обиды. Сколько ни говорил я себе, что теперь я должен быть честным и правдивым, язык так и не поворачивался сказать Славке, что отец у меня осужден за растрату. Но я и не соврал ему. Я не сказал ничего. Замял разговор, засмеялся, спросил у него, сколько сейчас времени, и сказал, что пора кончать работу. На другой день дядя вызвался проведить меня в гости к Славке. Славка жил далеко. Домик они занимали красивый, небольшой, в одну квартиру. Встретили нас Славка и его бабка. Старуха хлопотливая, говорливая и добродушная. Дядя попросил подать ему через окно воды, но бабка пригласила его в комнаты и предложила квасу. Дядя неторопливо пил стакан за стаканом и, прохаживаясь по комнатам, похваливал то квас, то Славку, то Славкину светлую, уютную квартиру. Он был огорчен тем, что не застал Славкиного отца дома и через полчаса ушел, пообещавшись зайти в другой раз. Едва только он ушел, бабка сразу же заставила меня насильно выпить стакан молока, съесть блин и творожную ватрушку. Причем Славка, нет, чтобы за меня заступиться, сидел на скамье напротив, болтал ногами, хохотал и подмигивал. Потом он мне показал свой альбом открыток. Это были не теперешние открытки, а старинные, военные, напечатанные на шершавой грубой бумаге, теперь уже полинявшие и потертые. Они рассказывали о днях гражданской войны. Вот стоит в синей кожанке человек. В руках блестит светло-синяя сабля. Небо синее, земля и деревья, и трава черно-синие. Возле человека осталось всего четыре товарища. И на них папахи. На мужественные лица кровавыми полосами падают лучи огромной пятиконечной звезды. Внизу под открыткой подпись «Смерть с шахтерками Сара Андрея Бутова с товарищами в бою под Кременчугом». И еще помельче. Напечатана походная типография 12-й армии, 1919 год. Это очень редкая открытка. Бережно разглаживая ее, объяснил мне Славка. Их всего-то, может, и было напечатано штук 200-300. Но и вот это тоже попадается нечасто. Тут смотри со стихами. Геи, геи, нерабеи. Видишь, это красные гонят Юденича. А вот без стихов тоже гонят. А это всадник в бой мчится. Отстал, должно быть. А на небе тучи-тучи. А это просто так. Девчонка с наганом. Комсомока, наверное. Видишь, губы сжала, а глаза веселые. Они теперь повырастали. У мамы подруга есть, комкова Клавдюшка. Тоже там была. Так ей теперь уже 36, что ли. Эй, брат, погоди, погоди. Рассмеялся вдруг Славка. Закрыв ладонью альбом, он посмотрел на меня. Потом опять в альбом. Потом схватился столик от зеркала. А это кто? Передо мной лежала открытка, изображавшая совсем молоденького паренька. В такой же, как у меня, пилотке. У пояса его висела кобура. В руке он держал трубу. Как кто? Сигналист. Тут так и написано. Это ты, подвигая мне зеркало, обрадовался Славка. Ну, посмотри, до чего похожи. Я еще, когда тебя в первый раз увидел, на кого, думаю, он так похож? Ну, конечно, ты. Вот нос, вот и уши немного оттопырены. Возьми. Сказал он, доставая из гнезда открытку. У меня таких две, на твое счастье. Бери, бери, дорадуйся. Молча взял я Славкин подарок. Бережно завернул его и положил к себе в бумажник. Мы вышли на задний дворик. Огромные, почти в рост человека, торчали там лопухи. И под их широкой тенью суетливо бегали маленькие желтые цыплята. Славка, осторожно спросил я. А как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат? Вылечат, щурясь и отворачиваясь от солнца, ответил Славка. Ну, куда, дурак? Чего кричишь? Он схватил заблудившегося цыпленка и бережно сунул его в лопухи. Туда иди, вон твоя компания. Он отряхнул руки, прищелкнул языком и добавил. Нога это плохо. Ну, ничего, не пропаду. Не такие мы люди. Кто мы? Ну, мы все. Кто все? Ты и папа, мама. Мы люди, упрямо повторил Славка и недоуменно посмотрел мне в глаза. Ну, люди, советские люди. А ты кто? Банкир, что ли? Я отвернулся. Я вынул из кармана складной нож. Это был хороший кривой нож, крепкой стали, с дубовой полированной рукояткой и с блестящим карабинчиком. Я знал, что Славке он очень нравится. Возьми, сказал я. Дарю на память. Да бери, бери. Ты мне сигналиста подарил, и я взял. Но то пустяк, возразил Славка. У меня есть еще, а у тебя другого ножа нет. Все равно бери, твердо сказал я. Раз я подарил, то теперь обижусь, выкину, но не возьму обратно. Хорошо, я возьму, согласился Славка. Спасибо. Только сигналист пусть счет не идет. Но у меня есть карманный фонарь с тремя огнями, белый, красный и зеленый. И ты его возьмешь тоже. Он подумал. Только вот что. Он у меня не здесь, он у мамы. Через три дня отец отвезет меня к ней в деревню. А сам в тот же день вернется обратно. Я его передам отцу. Отец отдаст бабке, а она тебе. Дай честное слово, что ты зайдешь и возьмешь. Я дал. Так ты уезжаешь, пожалел я. Далеко? Надолго. Надолго, до конца лета к маме. Но это не очень далеко. Отсюда пароходом вверх по Десне километров семьдесят. А там от пристани километров десять леса. Ну пойдем к бабке на кухню. Бабушка, сказал Славка. Тыча ей под нос блестящий кривой нож. Вот мне подарили. Хорош ножик, острый. Выкинь, Славушка, посоветовала старуха. Куда тебе такой страшенный? Еще зарежешься. Ты уже старая, обиделся Славка, и ничего в ножах не понимаешь. Дай-ка я что-нибудь стругану. Дай хоть вот эту каталку. Ага, а не даешь? Значит, сама видишь, что нож хороший. Бабушка, я с папой пришлю фонарь. Но помнишь, я еще тебя около курятника напугал. И ты его отдашь вот этому мальчику. Погляди на него. Запомнишь? Да запомню, запомню. Ухватив Славку белыми от муки руками, потрясла его старуха. Вот тут стойте, не уходите. Я сейчас вас кормить буду. Только не меня, испугался я. Это его. Я уже кормленный. Ладно, ладно. Отскакивая к двери, согласился Славка. И уже у самого порога он громко закричал. Только я гречневые каши есть не буду. Врешь, врешь, все будешь. Ахнула бабка и, вытирая мокрое лицо фартухом, жалобно добавила. Кабы тебя, милый мой, с Яроплана не спихнули, я бы взяла хворостину и показала, какое оно бывает, не буду. Славка проводил меня до калитки и тут мы с ним попрощались. Потому что в следующие два дня он должен был принимать в клинике какие-то ванны. И на площадку прийти не обещался.